Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Баев, я очередной лектор, я не тот, который по расписанию, у организаторов произошла небольшая накладка, а я оказался под рукой и с удовольствием перед вами еще раз выступлю. Я здесь иногда каждый второй-третий день появляюсь на сцене выступаю. Два слова о себе. Во-первых, извинюсь, я буду говорить на странном языке, на русском. Это потому как, честно признаюсь, украинским, к сожалению, пока еще слабо владею. Я украинский гражданин, но, знаете ли, уехал за границу в 90-х годах, еще когда в Днепропетровске, где я обучился в университете, все говорили в основном на русском. Поэтому сейчас я вернулся из-за границы и восстанавливаюсь в украинский, пока, извините, меня, пожалуйста, буду говорить на русском языке, так будет быстрее и эффективнее. Значит, цикл лекций, который я здесь читаю, имеет общее название «Начнем с себя». Что я имею в виду, когда говорю, что следует начать с себя, прежде чем заниматься другими или чем-то другим. Дело в том, что в миру я консультант, консультант по процессному управлению, бизнес-консультант. И в моей практике разнообразных реорганизаций и реструктуризаций, предприятий, бизнесов, я пришел как-то к выводу, что бизнес с методами и методами стандартного консалтинга бесконечно увеличивать эффективность бизнес-структуры или организации нельзя. То есть в какой-то момент времени я уперся в то, что есть некий потолок, обусловленный качеством, назовем это так, человеческого материала. То есть оптимизируя и реорганизуя предприятия, ища на рынке все лучшие и лучшие кадры, все более профессионально для специалистов, я понял, что трудно найти нужных специалистов, начал интересоваться знаниями, как улучшить качество этого человеческого материала. И по явлению своему обнаружил, что чем древнее знания, тем более они эффективны. То есть после этого я в своей работе начал применять знания о человеке, базирующиеся на древней китайской философии, на даосской, в общих чертах, на классической, индийской, древнеиндийской, ведической, назовем ее по имени, концепции устройства общества. И с тех пор, надо сказать, мои клиенты все больше, все более довольны, это давай мне хорошо, вот, а их фирмы работают лучше, да. Так вот, сейчас на Украине довольно такое неспокойное время в Украине, мы тут все участвуем, активно довольно, в Майдане, помогаем, пытаемся поменять структуру, поменять систему. Ну, есть хорошая пословица такая, перед тем, как поменять мир, три раза посмотри на свой дом. Ну, как правило, не с первого, так со второго раза замечаешь кое-что, что можешь улучшить себя дома, и таким образом начинаем менять мир со своего дома, со своего, с того, что у тебя под рукой. Я же предлагаю начинать менять мир с себя лично, а поскольку для того, чтобы случайным образом себя не менять, нам необходимо знание. Знание, оказывается, есть. Я сейчас начну задавать вопросы, приставать, вот, попрошу модератора приготовить второй микрофон, вот, который буду просить давать ответы, вот, как, что надо, что ложится, то буду просить и отвечать. Модератор, есть второй микрофон? Первый вопрос есть, да? Отлично. Первый вопрос, кто знает, что такое человек вообще? Как ответ, версия ответа на вопрос, что такое человек. Такие питания, можно питание. Конечно. Значит, треба починати с своего, с себе и своего, своего помешканья, таки и все. А, якщо подивитеся, сколько людей, которые втратили помешканья, так, у них, взагалі, ничего нема. Як починати в таком разе? В таком разе, як починати? С себе. Ну, остался, отвероответственно, на свой вопрос, остался человек, вот ему нужно разобраться, почему он потерял свое, свое жилище. Надеюсь, ответил на наш вопрос. Нужно действительно начинать разбираться с себя. Если человек потерял свое жилище, он не случайно его потерял, есть на то причину. Продолжить втратчати, втратчати и втратчати. Це система так красива. Отлично. Давайте перейдемся к конвилекции, и я попрошу ответить меня на вопрос, кто предполагает, что знает, что такое человек? Ну, человек, это животное, просто оно высокоорганизованное, можно так, на капитале. Согласен. 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 Это бесспорно абсолютно, даже не буду спорить. Что еще? Вот какие еще версии ответов есть? Человек. То, что это биологичное истотое, это никуда не выникает сумнив, а вот это истота, которая может перед собой ставить цели, и может, и иногда их досягать. Согласен. То есть, спасибо вам, очень важная информация. Мы действительно биологические существа. Еще какие-то черты, какие определяют человека. Все дополнить, дополнить. Да. Значит, вектор дии, тієї людини, яка начинает діяти за власним розсудом, да, воно може в позитивном плане, тобто, в суспільному, в социальному, або наупаки, в протилежному, и вибудовую систему, и подложить, подложить эту всю систему на автоматичном режиме, но он, он встает и делает, власно говоря, свою работу. И подпорядковывает абсолютно весь социум, для того, чтобы он працювал на его, эту идею. Спасибо. Спасибо. Я понял. То есть, два вектора. Я не знаю, что это снижает. Два вектора, да. Какие еще есть версии? Кто-то из Великой сказал, что людина это с двумя ногами и без пирья. Это что? Извините. С двумя ногами и без пирья. Это людина. А, с двумя ногами и без пирья. Хорошо, ладно. Спасибо за ответы. Все правильно. На самом деле, вот первый ответ, самый базовый, он лежит на поверхности. Мы живые существа, животные, да, наверное, нужно не стесняться из-за этого, потому как мы похожи на наших братьев меньших, не даром мы их называем братьев меньших. Вот. Второй ответ расширил эту версию, то есть, такая расширенная версия животного, да. На самом деле, я начну тоже как раз давать какие-то свои, к которым я пришел выводы, да. Мы, на мой взгляд, да, можем задавать дальше вопрос, что такое животное. То есть, на самом деле, человек это такая энергоинформационная структура, да, то есть, мы все пропускаем через себя энергию, и мы все определенным образом устроены, на основе некой модели, да, то есть, человек, структура энергоинформационная, и что понятно, вот по человеку, когда мы начинаем разбираться, как он приходит на свет, эта структура появляется в результате некоего, ну, многие будут шокировать, или эпатировать, о чем я буду говорить, ну, как бы, правда, она проста, вот, как сказал Козьма Прутков, что, что просто, то каждому понятно, а что сложно, то никому не нужно, вот, то есть, мы появляемся на свет, как результат некоего взаимодействия двух людей, ну, я говорю не о людях из пробирки, а о классической, натуральной системе размножения человека, эти два человека имеют разные некие характеристики, вот, ну, один, как правило, носит юбку, или один вид одежды, один образ мыслей, один, одна поведенческая модель, мама, женщина, и второй человек, это другой, он такой, ну, как правило, более такой активный, такой, весь из себя добытчик, там, штана входит, работает, там, иногда крепко выражается, ну, я говорю, рисую, архетипичный такой, модель, архетипичный портрет, это мужчина, папа, да, то есть, вот мы уже и понимаем, очень интересно, да, как бы, без взаимодействия, какого, я не буду, там, уточнять и расшифровывать, на самом деле, кроме секса, еще есть многие другие возможные способы взаимодействия, совместное ведение хозяйства, дружба, уважение, то есть, но некое взаимодействие присутствует, то есть, без взаимодействия неких двух разных элементов, мы не получим жизни, вот, та мысль, которой я хотел вас подвести, у животных все то же самое, у животных правда, все то же самое, на самом деле, интересное дело, но у неодушевленных предметов, как сейчас мы увидим, тоже, в общем-то, где-то такая закономерность прослеживается, то есть, вот мы переходим логично к модели, которую в первый раз, там, где-то в древнем Китае нарисовали, я, на самом деле, в некоторых лекциях повторяюсь, потому что, во-первых, не все меня слушают здесь регулярно, а, во-вторых, достаточно интересные вещи, мимо которых мы проходим, мы их не знаем, да, я вот рисую некую такую, некую такую, сейчас, как она у нас, она у нас как-то вот так вот выглядит, модель, ну, там, на самом деле, эти половинки практически одинаковые, и сейчас буду задавать вопрос, кто знает, что я нарисовал, или что я попытался нарисовать, пожалуйста, модераторы, дайте микрофон, что это такое, вот, по вашему мнению, я нарисовал монаду, монаду, да, правильно, еще, есть какие версии там, ответа, может, расширенного, что такое монада, это ин и янь, белое и черное, ну, ин и янь, если, если это пытаться расшифровать, белое и черное, что ин, а что янь, здесь, что ин, а что янь, что янь, белое, жен, мужское начало, темное, женское, женское, ну, назовем это мужское и женское, хотя, на самом деле, женское и мужское, это только один из признаков, один из признаков, это, как бы, нам понятнее всего, видите, как я вас подвел, дающие и вбирающие, правильно, то есть, подвел вас, что, в общем-то, каждый из нас, на самом деле, как-то так, является результатом взаимодействия женского и мужского, поэтому нам понятнее всего, потому что каждый из нас в этом мире олицетворяет и является участником либо женского, либо мужского, в зависимости от того, как легла карта, и кто знает еще характеристики женского и мужского, вот из присутствующих здесь, я понимаю, что вы знаете, может, еще кто-то знает, какие еще есть характеристики? Тюбая, холодная, стремящаяся вверх, стремящаяся вниз, мягкая, твердая, а что, какое? Ну, инь, это светлое, инь, это темное, согласно китайской философии, инь, это темное, ян, ян, это светлое, хорошо, ян, ян, да, спасибо, я как бы быстрее расшифрую, да, ян, это горький вкус, и не, это кислый вкус, я, я не открываю Америки, или там, не запятаю велосипед, просто, как 6 тысяч лет назад люди сформулировали, консулекции вам, кстати, понятнее много, если кто-то дождется, ян, это векторное движение, направленное, инь, это всегда ненаправленное движение, тоже движение, вот, то есть расширение, вот, туман, например, это типичная инистая, инистая субстанция, да, ян, это активная, инь, это пассивная, буду задавать, сейчас, загадки играем, да, буду задавать вам загадку, пара понятий, ну, как, как вообще, вы видите, из этой модели, можно попробовать, вот так, играючи, приписать, каждой паре понятий, вот, паре слов, попытаться, поиграться, мы, в общем-то, не на экзамене, а в открытом университете, поэтому, все, все нам, все нам, все нам разрешено, приписать, мужскую или женскую характеристику, и так, буду задавать, вот, загадки, там, микрофон, день и ночь, вот, что, ближе к мужскому, что к женскому, это день мужской, да, день мужской, ночь женская, почему, потому, что, следующий вопрос, порядок, беспорядок, хаос, порядок, хаос, порядок с человеком, так, хаос, хаос женский, проявленное, непроявленное, проявленное, вот мы видим с вами, проявленное, это и женское, непроявленное, и человек, ну, согласно китайской философии, наоборот, непроявленное, это женское, вот, загадка, женщине всегда есть загадка, вот, ясность, чистота, чистота, порядок, это мужское, женское, на самом деле, в хаосе ничего плохого нет, хаос, хаос, не дает, закостенеть, и, стать, слишком консервативной, структуре, порядка, то есть, вот, как бы, те процессы, которые сейчас происходят, у нас, в Украине, это типично, женского, плана, порядки, то есть, революция, женский род, на самом деле, идем дальше, здоровье, болезнь, здоровье, болезнь, не будете никого обидеть, это философия, мы просто играем в слова, здоровье, человече, так, здоровье, человече, болезнь, женочка, жизнь, смерть, как бы, мужчина дает, наверное, жизнь, а, женщина, вот, наоборот, в данном случае, китайцы придумали, то есть, женская, жизнь, женщина дает жизнь, вот, но болезнь, потому как, без жизни, болезнь не может существовать, мертвые же, не потеют, как известно, то есть, мужчина, это, в данном случае, в данном случае, смерть, это четкое определение, понимаете, вот, с мертвым, понятно наверняка, что, он мертвый, а вот, с жизнью, непонятно, жизнь, это, всегда, разнообразие, и многообразие, вот, вот, блин, непонятно, жизнь, это хаос, а вот, смерть, это покой, порядок, как на гладбище, ровно все, рядами, понимаете, то есть, идем дальше, да, нет, слова, да, нет, такое мужское слово, а вот наоборот, нет, это мужское слово, помните, вот, это, или, или, Сильва, или принцесса цирка, там, Шервинг, Си, Си, скажи, да, нет, это мужское слово, на самом деле, почему нет мужское слово это очередная интересная информация слово да не воспитывает человек дай пожалуйста когда человек не получает того хочет то чего хочет он начинает думать и кстати к вопросу о папе и маме я вот начал с папы и мамы тоже, ну я такие небольшие отклонения, так сказать, от лейтмотива буду позволять себе чем отличается любовь к папе и маме, кто знает к ребенку вот я говорю о правилах если мы говорим, как должно быть мама хороший полицейский, папа злой полицейский ну и папа и мама не полицейский вот с этого начнем да, но где-то батьку дает простер, мама обмежит мама агрессивна, батьку так ну вообще как бы немножко по-другому вообще у каждого на самом деле вот почему я об этом говорю потому как я уже лет, наверное, пять как вынужден был кроме бизнеса заняться психологией вот и в общем сейчас провожу иногда тренинги психологические вот разбираюсь с конкретными людьми потому как ситуация как картинка у каждого конкретная своя и очень интересно соотнести свою картинку с тем вот как бы неким с некими моделями которые придуманы там тысячи лет назад или придуманы или подмечены что вот как-то так то есть древние подметили что любовь к маме безусловная вот иначе не будет толка с ребенком если любовь если мама будет торговать любовью вот не будешь делать этого не буду тебя любить то есть тогда будет все в порядке ну как бы относительно ну может не все в порядке но будет лучше если мама будет просто любить ребенка безусловно урод или там красавец или с недостатками или без любовь к маме это как хлеб насущный без этого это как солнечный свет а вот любовь к папе она обусловлена успехами ребенка должна быть ну по правилам то есть папа ставит планку и если ребенок справляется он его хвалит вот похвала папы является самым сильным мотивирующим фактором для развития ребенка потому что похвала мамы она дорого не стоит потому что мама и так любит мама родила она будет любить а вот похвала папы она заставляет ребенка расти над собой и конечно если приходится наказать ребенка то это должен делать папа это не вызывает у ребенка ощущение как бы безопасности или почва под ногами не уходит если мама ну в конкретных семьях нужно разбираться бывает по-разному это всегда этому есть причины но самое как бы хорошее мое открытие когда я начал заниматься психологией состоит в том что никогда не поздно иметь счастливое детство когда человек разбирается почему так так или иначе сложились отношения с мамой с папой тут все становится на свои места и на самом деле мир становится гармоничнее даже там в 30-40 или 50-60 лет то есть вот почему да и нет мы отвлеклись на да и нет левая правая рука вот какая мужская какая женская по вашему мнению кто у кого какие версии есть ответа у правшей разумеется у правшей то есть у людей вы хотите сказать ну правая чоловича рука правая чоловича да потому что она дает как правило да и ей же если мы хотим дать кому-то отказ или от кормы говорим нет то есть у нее две функции она и дающая она же и отказывающая а левая рука в классической ну во многих даже религиях она только принимающая ну так это устроит но это к паре к паре слов к чему же это все я рассказывал к тому что ну почему мы здесь собрались что происходит в стране почему почему мы там за что-то боремся нам что-то не нравится на самом деле а вот согласно согласно как бы подобных этим характеристикам то что то что происходит в стране то что вызывает желание тот избыточный потенциал который вызывает желание народа поставить все на свои места это некий дисбаланс то есть некая диспропорция потому как если все в балансе в гармонии в пропорции ну кровь не льется точно то есть есть какие-то там проблемы вот на самом деле то что мы сейчас видим это я пытаюсь так сказать это мои на самом деле моя точка зрения основанная на знаниях изучения философии мы пытаемся отрегулировать некий крен сложившийся у нас в стране в сторону материального вот был тут один человек который говорит о том что все там вектор то есть человек может давать да это мужское а может там под себя все вести то есть на самом деле как мы видим ничего плохого в этом нет это просто это ну как бы две характеристики присущие человеческому роду в принципе то есть концентрация внимания на стяжательстве или как криптомания называют некоторые или там золотые унитазы это туда это в сторону и что происходит выходит на площадь 200 или 300 тысяч людей в основном мужиков говорят нет так не будет мы будем наводить порядок порядок теперь мы смотрим наявление коррупции да рука руку моет непрозрачные процессы непрозрачные то есть транспаренции интернешнл да знаете организация которая занимается прозрачностью наведение порядка законы все понимают что законы это ну мужское порядок мужское но на другой лекции я читаю даю информацию о там устройстве древних социумов ведическое общество там есть понятие там есть такая каста воины да люди которые устанавливают границы устанавливают порядки следят за их исполнением воины не даром мужчины в основном воины то есть что мы имеем мы имеем уклон в сторону материального да еще задам такой вопрос материя информация давно я вам вопросов не задавал что относится по вашему мнению к что относится характеристики мужского начала а что женского материя информации материя женского что материя женского да мать материальна материя это это женская информация или некоторые связывают и духовное тоже с мужским началом то есть у нас есть небо и земля все тоже очень просто как видите в мире все действительно очень просто все можно привести к модели дуальной вот недаром 4 стихии земля вода воздух огонь две из них носят характеристики женского земля и вода вот без земли воды не будет жизни бросьте в землю зерно семя полей водой вырастет жизнь да а воздух и огонь считаем свет да солнце это свет это огонь космический это ну так получается параметры совпадают с мужским началом да то есть солнце дает день дает ясную картину днем мы видим все понятно янистая структура так философы скажут тьянистая структура пространства а ночью все кошки серы то есть ночью мы можем заблудиться потеряться все и на самом деле как бы человек спит ночью то есть ночью человек находится ну не человек в основном в основном млекопитающий находится в состоянии непроявленном какие-то происходят процессы в каждом и мы до конца не понимаем какие а днем все понятно четко ясно к вопросу о здоровье и болезни скажу вам из своего личного опыта как я вообще до такой жизни зашел почему начал разбираться я не всегда управлял какими-то предприятиями занимался управленческой работой жил неплохо по общим представлениям жил за границей мало двигался ездил на машине и так сложилось что особо не болея дошел до 115 килограмм то есть вот эта гуртка она у меня с тех пор еще только тогда я в нее трудом помещался вот ну и в общем-то это тоже небольшое вступление ну как-то как-то было с этим сложно все сложнее и говорят когда ученик готов появляется появляется учитель один мой старый товарищ взял меня за ухо а я жил тогда в Польше и говорит приезжай в Украину я тебя там приведу к этим людям они тебя там мозги вправят ну я поехал я слава говорю я спортом заниматься вообще нет времени ты будешь смеяться через месяц тем что ты говоришь вот действительно через месяц я там как-то по-другому посмотрел на жизнь а все началось вот с такой монады доводской привел меня мой старый товарищ к мастеру боевых искусств знаете ли есть оказывается в Украине и вообще в нашем мире еще есть люди которые ничем другим не занимаются кроме как они занимаются боевыми искусствами то есть это не бандиты это философы такие люди которые в общем-то особо своих знаний не навязывают на свое существование не афишируют но они есть вот и ну там через полгода было минус 25 килограмм и уже это продолжается 8 лет ну на самом деле лишний вес если мы попробуем сфокусироваться на этом это тоже женское то есть как бы вот то движение материи расширение вбирание в себя это характеристики женского а вот поджарое мускулистое подтянутое тело эффективно функционирующее это структура мужского вот поэтому то что мы видим на самом деле а видим мы наше общество в принципе не только наше на западе тоже довольно больные больное общество больные люди просто физически больные здравоохранение там изо всех сил работает на западе еще лучше работает у нас как получается но люди не здоровеют почему-то ну ответим на вопрос почему очень очень кстати понятно потому как ну вот здесь на майдане как-то мне попала попала в руку газета манифест гражданский манифест распространяется газета ребята сам из дата печатают там написана такая фраза Лев Толстой все правительства понимают что образованными людьми труднее управлять поэтому по сути правительство не заинтересовано в том чтобы люди понимали что с ними происходит это правда к сожалению но так это устроено то есть на самом деле почему мои лекции называются начнем с себя потому что дорогие мои слушатели есть только один путь вообще из этой вот ситуации в которой на самом деле каждый из нас вот мы же все граждане этой страны все находимся в этой ситуации но путь на самом деле выбраться из этого есть только один каждому индивидуально начать заниматься собой своей жизнью правда я там каких-то сильно революционных идей не толкаю не дам не дам потому как не разрешили не разрешают у меня у меня микрофон а второй там внизу все в порядке вот то есть начать разбираться с собой со своей жизнью со своей семьей со своим доходом вот никто ни государство об этом не позаботится надеется что кто-то придет и порешает все проблемы будь это добрый царь или там президент на самом деле президенты тогда хорошие когда общество не позволяет им быть плохими ну просто ну есть ощущение непринятия вообще на самом деле это мой второй придет такой уже основательный в Украину первый был в 2004 году вот но сейчас я чувствую что наверное я останусь потому что потому что 2004 год дал еще одно дал еще один урок нам всем то есть мы все там поучаствовали в том чтобы установить того человека руководителем страны которого мы считали достойным и успокоились вот а политика и вообще демократия это такая это не статичный строй социальный он динамичный то есть тирания или там скажем монархия это статика то есть все есть консервативно ничего не меняется а демократия заставляет нас постоянно или мы должны в демократической стране в демократической структуре постоянно часть внимания своего часть ресурса времени тратить на на то кто же нами управляет как они нами управляют и быть готовым к изменению то есть полчаса сегодня попытаюсь дать чуть больше материала к монаре мы потом вернемся в конце лекции сейчас я попрошу вас если кто знает вспомнить если кто знает структуру общества в древней Индии так называемые касты или варны кто-то что-то об этом слышал какие по вашему мнению существуют касты социальные группы существовали существуют кто-то знает давайте попробуем ответить на вопрос никто не знает непривязаемые ну есть такие да они где находятся наверху пирамиды или внизу внизу да правильно есть такое кто-то знает еще сколько каст и какие пожалуйста кто-то если знает говорите это свободная свободная сцена мы вот в древней патриции перебеем ну там больше было на самом деле но я говорю о древней Индии и о кастах брамины были брамины или брахманы да это кто они какую функцию выполняли священнослужители да тоже священнослужители тоже кто еще знает касты я сейчас знаю касты да сколько касты какие четыре брахманы это как четыре да философы и нет еще раз я плохо слышусь может чуть громче четыре касты одна это брахманы да это как философы радигийные течи потом иншакасу это воины бешнуиты или чьи кшатри они называют кшатри воины да потом рабы я не знаю и четвертое и рабитники рабы рабочие ну примерно вот смотрите на самом деле полчаса осталось я вам сейчас так быстренько набросаю как это выглядело в древней Индии если у кого есть желание со мной как бы поговорить пожалуйста вот есть модератор подходите берите микрофон я только за потому как ну жизнь вообще это интерактив а в открытом университете это интерактив квадрат смотрите вот та модель которую я вам сейчас нарисую ей больше шести тысяч лет то есть она в письменных источниках существует больше шести тысяч лет откуда она взялась я вам не скажу и сколько тысяч лет существовало в других источниках перед этим тоже не скажу ну вот начнем то есть первый уровень это шутры или рабочие я так буду ускоряться потому что полчаса нужно мне уложиться рабочие это группа людей самая многочисленная это основание пирамиды вообще древний социум да в принципе и современный устроен в виде пирамиды то есть одни группы людей внизу а другие вверху почему не потому вверху что они как бы просто вверху а просто потому что ну как-то так сложилось что они либо управляют либо дают что-то сверху вниз ну то есть рабочие да рабочие это люди задача которых выжить то есть у каждого у каждой группы есть своя задача да то есть и это на уровне физиологии то есть человек представитель данной касты он не потому не находится в другой касте что не хочет а не может он не может он должен ну как бы по своему устройству он может делать только то что вот относится к этой касте то есть его задача выжить просто выжить этот человек для того чтобы выжить продает свою жизнь за деньги то есть работая за деньги он фактически продает свою жизнь в рассрочку почасовая это оплата или поденная или получается оплата раз в месяц но он фактически ну ни о чем другом не может думать как о куске хлеба и ну и в общем-то и он боится еще есть у него такая как бы черта он всегда боится за завтрашний день переживает он не спокоен это тоже физиология то есть на самом деле вот я вам подсказываю уже выход как бы переставая вести образ жизни человека относящегося к той или иной группе вы перестаете быть этим человеком перестаньте бояться посмотрите что будет с вами рабочий я сразу напишу на самом деле вот говорили рабы или крестьяне на самом деле шудры это шудра это и крестьянин и рабочий и раб то есть это просто человек который вот обобщая продает свой труд за деньги и так выживает вот дальше это у нас торговец торговец или вайшью он же ремесленник он же коммерсант он же бизнесмен даже самого высокого уровня бизнесмен тот который занимается бизнесом там блин но если он занимается только бизнесом и если у него мозги бизнесмена если они у него не идут дальше это всего лишь вторая полочка снизу это так говорили люди шесть тысяч лет назад ну сейчас мы посмотрим так или это на сегодняшний день то есть эти люди уже не выживают у них уже есть возможность не выживать не продавать свои часы за драгоценные ведь жизнь это единственное что у нас есть продавая за деньги мы фактически ее теряем эти люди живут интересом они не живут страхами помечается да недаром в некоторых славянских языках словом интерес обозначается слово бизнес в чехии в польше в польше есть слово интересы это интересы проводить интересы это все равно что заниматься бизнесом то есть эти люди им интересно вот ремесленникам они что-то там чинят они уже не продают свое время они сами организуют свое время они могут работать могут не работать они же дают работу другим людям рабочим то есть маленькое ремесло лавка один рабочий два три четыре пять целый коллектив эти люди фактически ну вот вся торговля рекламы все цветные вывески которые стремятся и в нас пробудить какой-то там интерес к чему-то ярко красиво это все отсюда третий уровень это согласно опять же там концепции которые тысячи лет это кшатри на санскрите или воины воины или менеджеры на самом деле менеджеры и воины это согласно вот этой концепции одно и то же это почему потому что управлять это будь что управлять армией или управлять там страной или коллективом или чем материальными ценностями это один характер физиологической работы умственной физической ну кому интересно я могу сказать что кто слышал про такие энергоинформационные центры внутри человеческого тела так называемые чакры кто слышал поднимите руку про чакры да много слышал ну вот сейчас мы пробежимся вы увидите как интересно люди когда еще не было интернета не было телевизора люди как бы не занимались всякой фигней извините за мой французский они занимались устройством человека и нашли соответствие между чакрами и кастами то есть страхи все у нас живут на первой чакре все желания желания у нас живут на второй это там два пальца ниже пупка а вот сейчас я заговорил о воинах они же менеджер у этих людей согласно данной концепции большей энергии проходит через третью чакру это солнечное сплетение это воля это воля вот поэтому менеджеры настоящие воины они на нас давят так сказать третьи чакры вот и лишить воли человека можно ударить его солнечное сплетение он теряет сразу волю вот эти же люди управляют то есть на третьей чакре я сразу начну совмещать дальше будет понятнее почему так эти люди на третьей чакре у нас эмоции живут эмоции хорошо плохо вот так вот хорошо и плохо эмоции мне хорошо и наоборот мне плохо это кнут и пряник управление людьми производится при помощи кнута и пряника мотивации или стимулирования стимул как известно это в древнегреческом палка стимул кто не знает палкой гнали ослов вот это называется стимулирование здесь мы пишем пишем слово воины воины они же менеджеры переходим на четвертую полочку здесь у нас брахманы брамины или учителя очень просто учителя или ученые 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 значит почему ученые почему это характерный очень вид деятельности даже относящийся к касте потому как для того чтобы хорошо учить других людей нужно учиться самим все время архетип это преподаватель высшей школы профессор он постоянно защищает диссертации пишет статьи читает статьи ньюсайентист он учится сам постоянно и учит других людей вот это четвертая чакра если говорить о системе энергоинформационных центров это сердце потому почему потому что так почему так природа устроила почему сердце потому что сердце это любовь все помнят такое выражение любимая учительница любимый учитель лучше всего и как бы лучше всего учатся дети у своих родителей потому что они их любят на вибрации к любви знания передаются легко когда ты любишь человека ты ему доверяешь ты не защищаешь так сказать даже не анализируешь их дети они же не анализируют то что им родители говорят папа говорит так значит я папу люблю папа мне зла не желает я эту информацию принимаю то есть настоящие учителя вот почему говорили о том что священнослужители часто ну не только священнослужители любые учителя вот они любят людей которым так сказать дают эти знания как писал Максименко по-моему не помню кто-то из педагогов сердца отдают детям вот то есть учителя ученые самые лучшие это ну вот как-то это люди у которых действительно ну хватает сердца на своих учеников а ученики им несут там цветы опять же почему мы учителям дарим цветы мы их тоже там дети их любят ну хороших учителей плохим не дарят цветов мы же дарим цветы тем кому кого мы любим дальше идем значит многие люди считают что каст 4 я их не буду разубеждать ну на самом деле если ну вот если давайте давно я не задал вопрос вот какие на ваш взгляд профессии трудно отнести к этим вот четырем составляющим четырем кастам четырем варнам какие профессии потому как на самом деле в древнем обществе считалось что вид деятельности определяет касту человека то есть чем человек занимается к той касте он относится и обычно касты передавались из поколения по наследству и очень редко переходили люди из касты в касту как вот я вижу есть версии ответа да вы хотели что сказать да я вижу что вы в микрофон хотите это о хороший вопрос пока не отвечу через там три минутки да пока да правильный правильный вопрос еще есть какие то давайте ну в настоящем мире еще в политике наверное а как кажется пород пожертвованием получая так что политика это воины вот нормальный правильный политик он это люди которые устанавливают законы политике то есть, охраняют границы, да? Ну, это вот так было у них описано. Пожалуйста. Я повторяюсь, ну, допустим, духовные люди... Смотрите, духовность следует понять, опять же, правильный вопрос, что такое духовность, да? На самом деле, духовность присуща каждой из сказ в той или иной мире. То есть, человек существует духовное по определению, понимаете? То есть, не лишён духовности ни один. Вопрос в том, что, кто духовность несёт, учит, да? Духовенство. Это учителя в большинстве своём. То есть, и здесь разницы нет, то ли он учит духовным каким-то материям, то ли он учит рисованию или математике. Если он даёт знания, то он учитель. Если он сам учится. И ещё одна отличительная черта этой касты, что эти люди не могут заниматься другим. То есть, как бы, они обязаны учиться и учить. Вот. Сейчас пойдём дальше, вы поймёте, что я имею в виду. Хорошо. Хорошо. Ещё есть версии. Ну, некоторые меня спрашивают, врачи или медики, да? Я обычно говорю, что врачи вообще сюда никак не относятся, потому что, как я смеюсь, я говорю, что главная задача врачей – это врать. Врачи врут. Поэтому их здесь нет. А лекари, целители, те люди, которые исцеляют других людей, помогают другим людям обрести здоровье, как правило, они тоже относятся к касте учёных, они учат. Кроме хирургов. Хирурги – это воины. Хирурги устанавливают границы. Понятно, да? Они отсекают то, что нужно отсечь. В основном медики – это учёные. Да. Пожалуйста. Кто? Случинцы. Смотрите, отвечаю. Преступники, да? Преступники в большинстве своём – это представители рабочих. Объясню почему. Потому как, согласно концепции, не мной придуманы, вот эти люди, согласно определению, по определению, борются за выживание. За выживание. То есть, это определение… То есть, на самом деле, преступник – это человек, у которого просто проблема с нравственностью. То есть, это тоже не относится к касте, это как к вопросу духовности. Духовностью. Ну вот, она у всех существует, присутствует. Да? Вот нравственность тоже существует у всех. Нравственность, этика у каждого человека, она должна быть. То есть, на самом деле, преступником может быть и торговец, и воин, и учёный. Но больше всего, вот тоже, поскольку вообще рабочих больше всего, это база пирамиды, самая нижняя, их, ну, статистически больше всего. То есть, это ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос. Я хочу запитаться, а куда же вынести, например, поэти-письменники, кто-то людей, которые споглядают? Мы-ти, мы-ти, мы-ти. Ну вот сейчас дойдём. Они споглядают, и всё. Ну уже, если два раза повторилось, то отвечаю. Значит, идём дальше. Возвращаемся к системе энергоинформационных центров человека. Мы остановились на четвёртом, на сердечном, но у нас же ещё есть выше. Пятая чакра находится, вот, тимус есть такой орган внутренней секреции. Находится или нет, не знаю. Согласно модели, должна там находиться. Это центр самовыражения. Почему я остановился на четырёх? Потому что, ну, часто больше не дают. И вообще, вот, те знания, которые сейчас раздаются вот так просто на площади, да. Но мой учитель мне сказал, что вот до середины прошлого века они вообще были строго там под запретом. И, вот, до появления атомного оружия, эффективность людей вообще, армии, государств, определялась теми знаниями, которые были, знания ценились. И они охранялись. Вот отсюда, например, воинские монастыри, да, где закрытые знания передавались от учителя к ученику. И, упаси Бог, кому-то подслушать, подсмотреть, потому что кунг-фу одного университета, так сказать, одного монастыря приводило к большей эффективности его. И, прежде всего, в поединках, в войнах. А вот с появлением, там, атомного оружия, как мне сказал мой учитель, сказал, что, в общем-то, решено было многими мудрецами, многими, там, учителями просто перестать эту информацию скрывать. Потому как уже не до жиру, уже просто надо как-то выживать. Вот. То есть, мы ци. Артисты. Артисты. Пятая каста. Высших учителей. Это люди, работающие с прекрасным вообще, прекрасное выражающее в музыкальных произведениях, в литературных произведениях. В живописи, в графике, в слове. Ну, работающие с прекрасным. Значит, отличительная особенность каждой последующей касты, в материальном плане, каждая более высокая каста содержится всеми низлежащими. Так как-то устроено. То есть, например, торговец, он не переживает за кусок хлеба, потому что его бизнес ему принесет. Воин просто берет или государственный аппарат ему. Вот. Армию содержит государство, да? Говорят так. Если общество или если народ... Если у народа нет денег, чтобы содержать свою армию, он будет содержать армию неприятеля. Вот. И кормить. То есть, поэтому воины не парятся вообще, откуда деньги придут. Если он солдат, ему положено, да? То же самое учителя. В любой социальной системе государство заботится об обучении, потому что если не будет учителей, не будет профессоров, не будет университетов, ну, государство разрушится. Точно так же артисты, если мы видим, их приглашают, настоящих артистов, им платят гонорары, у них очень свободный образ жизни. Они не могут не творить. Вот. Зам вам вопрос теперь я. По вашему мнению, представители какой касты должны управлять государством? Управлять государством, повторяю. Микрофон. Естественно, ученые. Есть еще версии? Есть еще варианты? Пожалуйста. Менеджеры. Еще. Вот еще там рука поднята. Все пропорционально. Все пропорционально. Если больше нет версий, я скажу, как. Или есть еще? Наверное, воины. Ну, воины, да, менеджеры. Если больше нет версий, согласно... Есть еще, да? Пожалуйста. Вот там девушка хочет. Добрый вечер. Добрый вечер. Кшатри. Кшатри. Воины, да. Ну. То есть, да, согласно вот древней концепции, кшатри, воины, менеджеры, то есть третья всего лишь полочка. Третья. Вот третья. Воины. Почему? Ну, видите, не сказал вам ключевой информации, а пытаюсь, а пытаюсь, так сказать, уже задавать вопросы. Главное отличие воинов, это то, что это люди-идеи, в отличие от этих, которые борются за выживание, эти люди-интереса, интереса, эти люди-идеи. То есть, для них идея важнее жизни. Они способны умереть за идею. Это древние знания. То есть, это физиология. Не все способны умереть за идею. Не все способны повторить подвиг Александра Матросова. Не все. Это физиологически дано не всем. Ну, не дано. То есть, если возникает угроза жизни торговца, он откупится. Бизнесмен, он, он говорит, продаст родину, продаст. Он не умеет иначе. У него нет, как бы, соответствующих программ ни в теле, ни в мозгу. Учи его. Ну, если физиологии не дано, ну, воины способны понять абстракцию, идею. И, блин, если они ее поняли, то все, приказы не обсуждаются, выполняются. То есть, воин не берет взяток. Ему оно не надо. Понимаете? Ну, как, если будет брать воин взяток, вот стоит видясь там, древний, такой архетип видясья. Он сильный, он такой весь из себя воин, да? Ну, ему мараться какими-то там. Если нужно, он возьмет сам себе, мечом махнет там. Вот. То есть, да, конечно же, согласно древнему знанию, которому больше шести тысяч лет, именно каста воинов под руководством ученых. Ну, что, ученые учат воинов. Воины же там, всего знать не могут, они же воины. Но они слушают ученых. Ну, ученые тоже способны умереть за идею. Мы все знаем, вот. Андрей Дмитриевич Сахаров, ученый, да? То есть, для них идея тоже, то есть, чем выше, тем, не говоря уже о том, что артисты, вот, нет хлеба, нет вообще ничего, еды нет, денег нет, но он, блин, творит, пишет, играет, потому что он артист. Он, значит, не может. Ему говорят, брось свою гитару, иди работай. Он не может, не потому что ему, там, нравится быть бедным, но вот, такая у него судьба. Артисты, да? Да, ну, если уже мы в этом месте, я тогда спрошу вас. Вот была у нас в истории страны 70 лет, такая полоса с лишним 70. Когда управляли кто страной? Рабочие. Микрофон? Рабочие. Страной управлялись? Рабочие и крестьяне, да? Да, было. Было, вот это вот. Но все в курсе, да? Ничего не будут говорить. А предпоследний президент, кто был у нас в стране? Кто? Ну, кто, кто? Ученый. Он ученый, ребят. Он ученый. Преподаватель, профессор. Да? Вот это. Ну, Откуда же у ученого жесткость необходимая для управления государством? Ее просто нет. И не стоит никого видеть. Это физиология. Мы выбрали такого. Ну, он, конечно, но зато в стране не крали. Не крали Гавел. Ученый тоже. Ну, он там вот между артистом и ученым. Он писатель и... Вот. Но у них немножко другая структура. Социума. То есть, он дал импульс. Он моральный авторитет. В общем-то, нравственность довольно высокая. Там религия, там католицизм. И сложилась обстановка геополитическая. Потому что просто так Чехия бы не вырвалась бы из плена коммунизма. И поменяла бы систему. Ну, на самом деле, Гавел был и Гавел ушел. А управляют страной любой политики всегда. Ну, то есть, приходит... То есть, есть исключения, которые подтверждают правила. Очередное исключение, это Вауэнса. Лех Вауэнса. Это человек из рабочих. Но он поломал... Ну, есть такое понятие вот в социологии, как дикие карты. Или черные лебеди. Они появляются. В самом деле, лебеди белые, но появляются иногда черные. То есть, исключение. Но я говорю о принципах, да? Вот. Да. Пожалуйста, несколько вопросов. Машхатма Ганди. И Машхатма Ганди. Кто он? Великий, скажем, витой. Да. Брахман, ну, святой это тоже понятие. Брахман, да, справился. Объяснил с устром. И чай не ушли. Еще раз. Машхатма Ганди. Это общественно-политический деятель. Моральный авторитет. И первый президент независимой Индии. Хорошо. То есть, на смену ему пришла его дочь Индира Ганди, которая уже была политическим деятелем. Потом был Раджив Ганди, который был политическим деятелем. То есть, это, говорю, это не управление государством. Мне говорят, уже нужно заканчивать. Я хотел бы быстрее... Мне вопрос. Вы сказали, что при Ющенко не воровали. Что? Может, я неправильно услышал? Да. Вы сказали, что при Ющенко не воровали. Я правильно сказал? Да. Меньше воровали. Я сам практически занимался бизнесом. Я занимался управлением строительными проектами в городе Днепропетровске. Мы строили торгово-развлекательные центры. Я консультировал. Мой личный пример говорит, что все оцепенели. Вопросы не решались. Я отвечаю за свой опыт. У меня есть, как бы, мое резюме. Я вам покажу. Строительный инвестиционный холдинг. Торговые центры 60 тысяч квадратных метров. Приходишь в клавуку, главный архитектор не берет. Боится. Ну, это такое. Это мой третий снежок. То есть, на сегодняшний день, просто заканчивая с этой частью, кто у нас бизнес-олигархи, да, управляет страной, вот, ждем того момента, когда появится, появится или не появится, если будем стараться, ну, а, может быть, кто-то с этим не согласен, я, как бы, никого убеждать не буду. На мой взгляд, действительно, лучше не спорить с объективной реальностью. Ну, хотя реальность у каждого своя. Идем дальше. Шестая чакра. Потому что с этого начинаем. Не буду уже задавать вопросы. Третий глаз, как бы, вот здесь она у нас. Некоторые считают, что это центр понимания. Вот. И здесь у нас мудрецы. Это такая каста людей. Чем выше пирамида, тем их меньше. На самом деле, у нас, в связи с, ну, просто сложной судьбой страны, у нас, в общем-то, в независимости всего 20 лет, Украина постоянно страдала от захватчиков разнообразных. Царь, коммунизм, геноциды. То есть, постоянно уничтожались элиты государства. Целенаправленно. То есть, люди, которые отличались от понятного, просто физически уничтожались. Поэтому элит в нашей многострадальной стране мало. То есть, поэтому людей, чем выше, тем меньше представителей, так сказать, этих групп. То есть, у нас очень широкая пирамида. У нас база широкая, а верхушки практически нет. Ну, это так. То есть, мудрецы. Чем отличаются от учителей? Чем выше к вершине пирамиды, чем дальше от оснований, тем свободнее образ жизни. Эти люди так живут, потому что могут себе на это позволить просто. Они, ну, не обязаны. Хоть они мудры, но они не обязаны учить, как ученые. Ученые обязаны учиться и учить. Мудрецы ничего не обязаны. Это их отличительная особенность такова, что вот эти люди, они создают учебное заведение, проводят вступительные экзамены, рекламируют свои университеты. Все. Я ходил. Мудрецы, у вас голода, чтобы убить детей? Где этот человек? А сейчас в Останайске, прямой эфир, прямо там отбывается провокация. Мудрецы, намажаются люди от партии регионов выступить, просто перебить. У нас был запланованный мисс. Донейск. Донейск. Донейск, вы не слышите? Это аппарат, это что-то. А вторую. У нас был запланованный в Донейском теломиз, и сейчас там отбывается какая-то провокация. Хочут перешкодить проведение его. Донейск. 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 Подпишитесь. А я вот ими каком. Ну, нет, там я не знаю. Но я этим political nutrients очень мало. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Донець, Київ? Донець, Київ, ми нас чуємо. Донець, Київ, давайте привітаємо Донець. Донець, Донець, Донець! Донець, Донець! Донець, Донець! Донець! Донець, Донець, Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что сейчас происходит какая-то проблема. Люди заважают проведение телемостов, но все-таки мы будем находиться и почувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова